В Казахстане стартовало единое национальное тестирование – экзамен, совмещающий в себе выпускные экзамены и экзамены для поступающих в высшие учебные заведения. Как стало известно, Министерство образования и науки рассмотрит возможности отмены ЕНТ через год. Вице-министр образования и науки Казахстана Такир Балыгбаев сообщил о возможном пересмотре системы выпускных и вступительных экзаменов. Подробности в следующем сюжете. До начала тестирования в Министерстве образования уверили, что так называемые некорректные вопросы из тестов исключены. В прошлом году были вопросы, сколько комнат в квартире у Розы Рамбаева. Зачем такие вопросы? Если бы перечислить там заслуженных народных артистов Казахстана, это другой вопрос. Формат ЕНТ на этот раз остался прежним и как в прошлом году. Пороговый уровень тестирования – 50 баллов. При поступлении в национальные вузы – 70 баллов. Участники международных олимпиад и конкурсов научных проектов освобождены от ЕНТ. Однако количество грантов явно не устраивает выпускников. Мало грантов. Хотя с каждым годом обучение все дороже и дороже. Я думаю, это несправедливо, так как у множества людей нет таких больших денег. И то, что они с каждым годом повышают этот балл проходной и образование так и остается, они не делают нам много возможностей для того, чтобы мы набрали этот балл. Но это так и остается. А баллы повышаются, я думаю, это несправедливо. В этом году ЕНТ сдают только 92 тысячи выпускников. Это 72% от общего количества. Вице-министр отметил, что тенденция, когда школьники после 9 класса принимают решение поступать в колледжи, сохраняется, но не связывает их действия с желанием избежать ЕНТ. Того, что после 9 класса многие дети хотят уходить, так как избежать ЕНТ. Но в самом деле всегда и во все времена было после 9 класса дети поступали в колледжи, раньше были в профессионально-технические школы. И в принципе и сейчас такая тенденция есть, но нельзя сказать, что наши дети только из-за ЕНТ просто не учатся 10-11 класса. Ранее сообщалось, что планируется переход к двухэтапному тестированию. Предполагается, что ЕНТ будет разделено на два этапа – национальное тестирование и комплексное тестирование. Мы планируем, что ЕНТ будет проводиться и в 2015 году. У нас есть государственная программа развития системы образования Республики Казахстан, где сказано, что выпускные экзамены и вступительные экзамены в формат должен пересматриваться начиная с 2015 года. Как бы там ни было, родители с радостью встречали своих детей. Некоторые даже прослезились. Уже сколько дней переживаю. Даже кислибры, старый, бестин, копейки раньше, более 5 копеек, он вообще снесал. А сами выпускники больше успокаивали своих родителей. Хотя, по их словам, много проверяющих в аудиториях мешает процессу. Проверяющие люди, они там на душе не стоят? Стояли, ходили. У нас одна женщина была, а потом еще два мужика приходили, уходили, тоже проверяли. ЕНТ закончится 8 июня. В понедельник уже станут известны первые результаты. Болжанша Эхмед Ханизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.